всем привет четверг сегодня у нас 15 декабря совсем немного осталось до нового года двадцать третий год будет 2023 год чтоб сказал что мы доживем до этого года 2000 году в 2000 году да так далеко было время летит незаметно а тем не менее значит у нас сейчас мы продолжаем разговор сидела получение перми то получение и получение собственно самих прав на идеал чтобы работать на тракте постоянно что-то меняется постоянно что-то добавляется а ужесточается допустим дни ужесточают отношения к драйверам экзаменов прочь много всего тем не менее мы это все преодолеваем готовим наших студентов и получают свои сил и тут работы то есть до сих пор это одна из самых престижных и высокоплачиваемых работ потому что допустим допустим через два месяца допустим максимум два месяца вы изучаетесь и вообще ничего нету через два месяца вы полтора два месяца вы получаете сидел и выходите работать и зарабатываете от 8 до 10 тысяч в принципе нормально особенно для эмигрант которые только что приехали семью можно семью кормить то есть пока жена найдет работу мужчины будут работать многие работают а вместе то есть у нас есть пара которые приезжают и они вместе с женой учатся они потом проходят тренировку проходят тренировку значит тренировка это занимает как правило от двух до четырех недель ну только зависит от человека вот во время тренировки вам оплачивают определенную сумму то есть вы все равно что-то получаете вот а затем выходите уже работать в тим и если допустим муж с женой они садятся работают и мы деньги будут один карман и семья это очень хорошо они покупают потом покупают тракт сами едет уже сами себе стоят со хозяинами потихоньку работают ездят и они постоянно вместе и неплохие деньги и покупают дом квартиру нормально вполне нормально для эмигранта сегодня замечательно когда я приехал такого не было там три тысячи в месяц зарабатывал две тысячи это считалось очень хорошо а сейчас это восемь десять тысяч это можно прожить спокойно а вот значит и еще раз то что мы начали финансирование мы начали финансирование то есть а у нас два вида финансирования первый вид финансирования мы ставим revolverered уже получаем договор и финансили второй и вы нас направляем работать по желанию то есть у может и сами провести работу в морге но нам направить на работу это до изменений когда а И есть другое финансирование, когда компания вас принимает на работу и за вас оплачивает обучение, и вы должны будете отработать с этой компанией. Значит, на нас выходят сейчас компании многие, и мы сейчас видим переговоры. Значит, вы сейчас, особенно украинцы у нас, украинская компания наша, которая вышла на нас, на нас сама вышла и предложила такие работы, которые мы сейчас имеем на работу. То есть мы ожидаем наших украинцев, которые много сейчас приезжают, и они, как правило, быстро получают соушу, получают по повседрению, здесь выходит обучение, выходит на работу. Ну, а в этом немножко подробнее вам расскажет наш Гена, наш лоер, адвокат наш. Пожалуйста, Гена, тебе слово. Добрый день. Кто-то не знает, я адвокат Леонардо Сидиел, и работаю уже несколько лет здесь. И самое интересное, что до того, как я пришел сюда, я сдал на Сидиел, отъездил примерно год на дороге, 100 тысяч миль по всем штатам. Поэтому, когда я говорю что-нибудь о траковом бизнесе, я могу без самодовольства сказать, что, наверное, адвокатов с моим стажем, у которых есть Сидиел, их не так много. Может быть, 50 человек на все Соединенные Штаты, на 330 миллионов человек. Но мне это было просто интересно, не говоря уже о финансовой стороне. Значит, что происходит в нашем траковом бизнесе и в юридическом бизнесе? Мы продолжаем получать много обращений от наших вновь приезжих из Украины, которые получили UHP, так называемый, Ukrainian Humanitarian Parole, который дает разрешение вновь прибывшим работать в Соединенных Штатах. Но, господа и дамы, хочу сразу вам сказать, что это не дает вам возможность получить права на вождение грузовика. Потому что, к сожалению, DMV требует одного, это ГАИ, а государство требует другое, иногда не совпадает. И так как за рулем нашего государства стоит человек, который на половину своей жизни спит или жмет руки людям на сцене, которых нет, то это приводит вот к таким катаклизмам. Значит, еще для тех, кто приехал из Украины, господа, вам нужно получить разрешение на работу для того, чтобы вы могли получить права, потому что государственная инспекция, DMV, она будет проверять, есть ли у вас разрешение на работу. Поэтому, когда придете к нам, оно должно у вас уже быть. Еще один момент, тоже это относится к тех, кто находится здесь, и которые подали на temporary protective status. Они тоже сейчас ждут на работу. И, к сожалению, из-за того, что афганцы приехали сюда, их вывезли из их богом забытой стране и дали им разрешение на работу, и направили все силы иммиграционных офицеров на их поддержку. И теперь на поддержку вновь прибывших с Украины, которые действительно нуждаются в этом, для всех других. Процесс получения разрешения на работу увеличился от 6 до 8 месяцев. То, что я видел для UHP, Ukrainian Pearl и афганцев, они получают иногда за месяц. В прошлом семинаре мы уже говорили о том, что вновь привыкших есть преимущества, которые помогут им здесь быстрее устроиться. Они могут получать стипендию, они могут получать бесплатную страховку. Я уже говорил о телефоне в прошлом, по которому вы должны будете звонить. Они же иногда помогают с оформлением иммиграционных документов. Еще один момент, который связан с тем, что мы работаем с компаниями, которые будут финансировать ваше обучение, или мы будем финансировать ваше обучение. Поэтому я хочу сказать, большинство этих компаний, для того, как они еще начнут вас финансировать, могут попросить вас сдать драг-тест на наркотики. Потому что, если вы не прошли этот тест, вы действительно не получите права в следующие 10 лет. И действительно компания не хочет просто на вас потратить деньги, и чтобы вы не работали на них. Поэтому примите это ко вниманию. И сразу переход на то, что другие спрашивают, у нас в Калифорнии, у нас там, у нас там, в Соединенных Штатах, а у нас здесь 50 независимых государств. Например, в Калифорнии курить марихуану – это законно. Я в этом не сомневаюсь. Курите что хотите, хоть коровьи лепешки. Но вы не можете управлять транспортным средством, которое весит 40 тонн, в состоянии наркотического опьянения, или будучи наркоманом. Поэтому или вы курите коровьи лепешки, или вы зарабатываете деньги, как водитель грузовика. Одно другому никак не подходит. Если вы проскочили даже один раз, могу вам сразу сказать, что два года назад сделали компанию, которая называется Clearance House, где регистрируются все употребления алкоголя водителями и на наркотических веществ. Они отправляют вам рендом, то есть внезапные проверки. И если вы ее прошли, все в порядке. Если нет, у вас забирают права. Как это выглядит, скажу на себе. Я сдал для того, как сел за руль в компании, как минимум три драг-тест. Я все прошел. Через неделю после того, как я начал уже ездить, и я был на дороге, мне позвонил диспетчер и сказал, что я выиграл лотерею. Я очень обрадовался, но он сказал, что не радуйся, это очередной драг-тест. Поэтому там, где ты стоишь, мы тебе нашли уже врача, у тебя сутки, чтобы сдать его. Поэтому я пошел на траг-стаб, сдал там этот драг-тест, и после этого я поехал, он показал, что я ничего не употребляю. Поэтому для информации, с 2001 до конца 2022 года из руля было снято и лишены водительских прав, 120 тысяч водителей и грузовиков. А это огромная цифра, когда не хватает 80. Но о чем это говорит для тех, которые не курят коровы лепешки, что у них больше работы. Поэтому все, кто хочет курить и пить, на здоровье, больше работы для нас и больше нам платят. Но на этом, допустим, спящий Джон Аст не остановился, он подписал закон, который говорит о том, что к 2030 году грузовики должны вместо выхлопных газов выдавать французские духи. Поэтому у меня с носом не все хорошо, поэтому, наверное, я все равно не унюхаю. Если выхлоп грузовика, я могу унюхать французские духи. Но если по-серьезному, то это приведет к двум последствиям. А Sleepy Joe и демократы продолжают толкать электрические какие-то траки, которых никто не знает, где можно их заряжать. И второе, стоимость траков обязательно увеличится, потому что вся эта технология новая, которая они хотят, чтобы было сделано, она не дешевая. И так как это не будет завтра, то большинство небольших и мелких компаний, где работают наши выпускники, они будут продолжать держать старые траки, чтобы не покупать дорогие и новые. Поэтому оборудование будет больше ломаться. Опять же, нужно будет больше водителей, чтобы перевезти тоже количество грузов. Как я карты не раскладываю, кости, вижу только, что нам нужно будет все больше и больше водителей грузовиков. Хорошо для нас, хорошо для вас. Если в Америке что-то не хватает, то у нас стоит больше. Поэтому, если зарплаты за последние три года выросли с 40 центов за милю до 75-80, то я не думаю, что этот процесс остановится. Он будет также нарастать. И еще один момент, то, что я вижу, допустим, в Калифорнии, это вообще АТАС, то, что в Калифорнии происходит. Но демократы, они там в лучшем виде. Значит, в Калифорнии сделали так. После того, как ввели мандат федерального правительства о том, что каждый будущий водитель должен пройти дополнительный курс теории, практики, это должно быть все записано. Это минимальный стандарт. Допустим, здесь, то каждый штат может делать, что он хочет. И Калифорния сделала опять. Вот тут. А что значит, вот тут? Значит, в Калифорнии, чтобы получить права в этом году, в конце. И в следующем нужно, чтобы инструктор, который вас тренирует, и LDT, behind the wheel называется, public roads, он должен указать, что вы провели за рулем на дорогах того города, где вы учитесь, 10 часов. Федеральное правительство говорит, что никаких не нужно, хоть час, хоть полчаса, хоть два часа, но теперь представьте, во что это выливается. Эти 10 часов в Калифорнии, они выливаются вот в это. Почему? Средняя аренда грузовика с прицепом, на котором вы тренируетесь, если вы хотите тренироваться, это порядка 120 долларов в час. Чтобы вам проездить только по дороге 10 часов, вам нужно 1200 долларов выложить и отдать за грузовик. Бесплатно вам никто его не даст. То есть идея, что как в нашем штате, ты можешь проехать час, два, и тебя будут квалифировать, чтобы ты получил права, там она не проходит. В Калифорнии для того, чтобы получить водительские права с идеял на грузовик, ты должен принести специальную форму, в которой написано, сколько ты тренировался каждый день, сколько часов в день ты тренировался, где ты ездил, кто тебя тренировал, его драйвер-лайсенс, его имя, его адрес, телефон, и он должен это все подписать под угрозой того, что если бы он обманул, его посадят в тюрьму, и поэтому только с этой бумагой, как с мандатом от Николова II, вы идете туда, и вам дают права. Поэтому я думаю, что там все будет дорого и не смешно. Что меня пугает, обычно Калифорния, она впереди планеты всей, и это может распространиться на другие штаты, потому что вся эта головоломка, она продается только под одним, очень успешно, что водитель должен быть хорошо обученный, а это зависит от безопасности наших дорог, наших детей, наших коров, наших собак, наших кошек, кого угодно безопасность, и поэтому давайте заставим молодого водителя работать так, пока он не посиняет, и заплатить столько, пока у него после кармана не будет. Поэтому если это пойдет по всем штатам, то стоимость и самое главное время обучения на грузовик, оно увеличится, ну еще, ну никто не будет по 10 часов в день ездить, поэтому это будет еще на неделю увеличиться, если на месяц. Для тех, кто принял решение и в Калифорнии, подумайте об этом, и может быть вам нужно сделать это до того, как они протащат это по всему. Они, я говорю, демократы, потому что Sleepy Joe все еще у руля, демократы контролируют достаточно, чтобы создать для нас проблемы, и кто будет следующий президент, мы не знаем, но следующие два года будут достаточно необычными, как я предполагаю. Что еще происходит? Вот эти стандарты, которые приводят, допустим, к распространению электрических грузовиков, Калифорния идет впереди, планеты всей опять, я могу, как профессионал, сказать, что да, эти грузовики нужны, но они нужны по городу, потому что там небольшие расстояния, есть возможность заправиться, там я согласен. Каким образом 80 тысяч паундов будет идти через всю страну и заряжаться каждые 500 миль, мне трудно представить, потому что инфраструктуры этой нет. Там стоят тысячу киловаттные батареи, которые, я не знаю, как быстро заряжаются, но мне трудно представить, что через пару лет 3 миллиона дальнобойщиков будут вставать каждые 500 миль, включаться в розетку и ждать, когда они зарядятся. Это будущее, но я не знаю, готовы мы к этому будущему или нет. Мы не Китай, где могут сказать завтра всем, всем перейти на мотоциклы электрические или всем перейти на машины. Последний раз я узнавал, Соединенные Штаты это свободная страна, где мы делаем в основном, что хотим, кроме того, что не запрещено. К чему я все это говорю? Следующий год для нашей компании будет очень эксайден, потому что, опять же, мы вводим новую систему обучения, мы вводим, чтобы хотя бы идти вместе в ногу со временем и будем требовать больше от наших студентов в количестве притрипа, подготовки, потому что мы хотим, чтобы вы сдавали сразу, получали права и шли. С другой стороны, мы также хотим, чтобы это обучение было безболезненно, поэтому с теми изменениями, которые мы собираемся ввести, и программа, которую Евгений готовит уже для новых студентов, я очень очень рад, что мы это будем делать. Все изменения хороши. что еще? На прошлой неделе был опять safety check, это гаишники делают это каждый раз, иногда по всей Америке, они обычно предупреждают, но результаты в это safety check, что очень много грузовиков было поставлено на стоянку, водители были сняты с них, потому что они прошли инспекцию. Значит, большинство инспекций не прошли по двум основным категориям. Первая категория это отсутствие правильной тормозной системы и колес, но это ясно, дураку понятно, даже мне, несмотря, что я адвокат, что колеса это первое, что видно, тормоза легче всего проверить, если грузовик не останавливается и они скрипят или колодки снащились, но второе, что меня больше беспокоит как адвоката, это ELD, это Electronic Lugging Device, нарушение там, это говорит о том, что водители компании заставляют ездить в нарушение федеральных норм, то есть водитель не может ехать больше, чем 11 часов в течение 14 часов, в которых он работает, он 10 часов должен быть отдыхать, то есть спать прям реально, sleeper birth, то есть в постели у кого есть, постель там сзади, у всех она есть, и многие не знают, как делать сплит, LED, и для них это проблема, поэтому, что они делают, самые высокоодаренные просто его выключают, полный тупизм, потому что, когда его включают, он показывает, где вы были последний раз, где вы сейчас, и гаишнику все, что нужно спросить, а почему он не работал, он сам выключился, тебе дают нарушение, штраф, и компания тоже получает штраф, это все находится на вашем рекорде три года, и компании два года, если это злостное нарушение, то ДиАТ имеет возможность, для ГАИ, проверять вашу компанию, потому что они все зарегистрированы, все грузовики, и смотреть, есть ли другие нарушения, как правило, они находят другие нарушения, и тогда компанию, они могут все поставить под сомнение, поэтому не поддавайтесь на эти провокации, и другие говорят, что допустим, я не знал, или допустим, у меня не было стоянки, тоже не отговорка, потому что местные гаишники, они как раз хороши тем, что они ездят там, где вы только проезжаете, и они знают все о своем месте, они знают, что сзади был другой тракстап, где, или стоянка, где вы могли поставить грузовик, а вы говорите, что вам нужно еще проехать 150 миль, и почему-то это в сторону доставки, поэтому тоже не проходит. И самое главное, что все это производится обычно с подачи владельцев компании, и это связано с тем, что вновь прибывшие и получившие права, они считают, что они не могут отказаться, или что они там рабы на галерах, если они откажутся, то их уволят, и слава богу, что вас уволят, потому что вас защищает федеральный закон, и вас возьмет другая компания. Но к чему я это все говорю, что если вы получаете работу, за которую вам платят 10 тысяч долларов в месяц, не думайте, что это какая-то привилегия, которую вы случайно заслужили, это норма сейчас, которую вы заработали. Пока колеса вашего грузовика крутятся, все зарабатывают, вы встали, никто ничего не зарабатывает, это не секрет в бизнесе, и не секрет, что топливо и зарплата водителя самая большая составляющая расходов траковой компании. Но вы должны знать себе цену, и вы профессиональный водитель после окончания нашей школы, вы имеете право на определенные условия работы, вы имеете на определенную зарплату и на уважение, которое вы заслужите, как только будете вовремя доставлять грузы. Вовремя основные критерии доставки транспортных грузов, как в нашем бизнесе говорят, если ты вовремя, ты опоздал, если ты приехал раньше, ты вовремя. Вы потом поймете, о чем я говорю. Но самое главное, постарайтесь также вовремя все начинать и вовремя все заканчивать. Постарайтесь использовать технологии, которые Евгений подготовил для вас. Это возможность получить ELD-сертификат от Relayward Driving Training, теорию на интернете, заплатив за нее, пройдя до того, как вы приехали к нам. Пройдите Commercial Learning Тормит тоже на нашей веб-сайт, сдайте в УСЕ в штате, пока вы находитесь дома, не несете расходы на аренд автомашины, на продукты отдельно для себя, на проживание. И приезжайте к нам уже с ELD-сертификатом, с CLP, Commercial Termit, чтобы здесь мы вас просто подготовили при Trip Inspection, InCab Inspection. Это серьезная, наверное, самая серьезная подготовка у вас, потому что она происходит на английском языке, и само управление грузовиком на стоянке, управление на наших дорогах. Все это тогда ускорит ваше прохождение и, конечно, сделает ваше обучение гораздо более приятным. Но о деталях вот этого ELDT и CLP вам расскажут наши королевы ELDT и CLP. Это Ксения и Маргарита. На них приятно смотреть, и они так быстро, я надеюсь, говорят, как я. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем добрый день. Добрый день. Доброго времени суток, да, дня или ночи, может быть, даже у кого-то утро. Меня зовут Ксения, я преподаватель курса ELDT. Да, собственно, что такое ELDT? ELDT – это та база, которую нам нужно показать, пройти и показать ДМВ, что мы готовы, что мы способны пройти обучение CDL, то, что мы можем быть CDL водителями. Собственно, давайте посмотрим, как мы это проходим, как мы это делаем, что для этого нужно. Что еще хотелось бы добавить, да, это про плюсы, да, почему же вам лучше идти именно к нам, да, проходить с нами ELDT курс. Первое – это, собственно, то, что мы всегда, да, мы всегда вас поддерживаем, мы всегда с вами на связи. Вот, плюс ко всему, да, если у вас минимальный уровень английского языка, да, то, собственно, это не проблема, то есть, также, возможно, невозможно, а стопроцентная сдача, да, у вас будет стопроцентный результат, получите ELDT, получите пермит, вот, и получите, собственно, по итогу свой CDL. Вот, и, собственно, еще один большой плюс, да, также немаловажный, то, что вы можете проходить курс ELDT вообще с любого места, да, в любое время, у вас нет ограничений по времени, с телефона, с компьютера, да, то есть, это возможно, и очень, очень даже просто, давайте посмотрим. Первое, что мы делаем, да, это мы заходим на ELDT Miami.com, да, собственно, переходим на наш сайт, вот он, так выглядит, симпатичный, весьма, далее, далее мы оплачиваем, да, 285 долларов, после чего мы регистрируемся, да, то есть, вы уже в правом верхнем углу, вы можете уже увидеть мое имя, фамилию, да, то есть, я уже зарегистрирована, вот, и могу проходить ELDT тест, вот, вы регистрируете, заполняете имя, фамилия, пароль, придумываете, да, любой пароль, можете даже просто от одного до шести цифры, да, главное его запомните, и номер телефона, после вашей регистрации, выстречивается в правом верхнем углу, также ваше имя, да, и приходит ссылка с паролем, да, и после этого всего мы можем начать проходить ELDT курс, да, ELDT тест, собственно, после того, как мы успешно зарегистрировались, мы кликаем на вкладку курс, да, что мы видим на вкладке курс, давайте посмотрим, мы видим, да, объяснили, тут даются 33 главы, да, то есть, у каждой главы есть своя тема, да, всего в тесте, да, мы их должны все пройти, ответить на вопросы по всем 33 главам, да, вот, и что такое курс, да, в курсе вы можете посмотреть конкретно, да, по каждой главе, описание этой главы, да, и что от нас хотят, какие знания от нас хотят получить, вот, собственно, по каждой главе, хорошо справились с этой задачей, далее, как, опять же, как помощь, да, то есть, чтобы не запутаться, да, если что-то вдруг вы забыли, да, что дальше делать, кликаете на вкладку видео, да, на раздел видео, где также для вашего удобства, да, есть видео как на русском, так и на английском языке, просматриваете видео, да, где также дается инструкция поэтапно, как мы делаем, проходим курс онлайн, да, окей, все, посмотрели видео, да, теперь все понятно, что, собственно, мне дальше делать, да, и как проходить. Далее, после того, как уже разобрались с этим, мы кликаем на вкладку тест. Сейчас покажу так же, как это выглядит. Тест – это, грубо говоря, ну, будем называть, да, его так, ваш черновик. То есть тест для чего? Для того, чтобы вы потренировались, да, это как просто тренировка и, собственно, выполнили уже контрольную работу, да, сам экзамен без ошибок. То есть тест – это большой помощник, поэтому я очень советую всем, кто проходит, да, уделять внимание тесту, да, чтобы точно все запомнилось и было минимальное количество ошибок. То есть когда выполняем тест, ошибки можем допускать, да, это как бы любое количество ошибок, оно не страшно, да, это только помогает нам запомнить. Также в разделе тест мы можем увидеть кейворд, да, кейворд. Что такое кейворд? Это, собственно, наш самый большой помощник, чтобы пройти тест, как сказать, безболезненно, да, с минимальным уровнем английского, да, стопроцентный результат. Для этого, вот, собственно, тут у нас наши кейвордs необходимы. можете их загрузить, да, загружаете кейвордс для вашего удобства, можете их распечатать, да, и вот, собственно, так их учить, учить, смотреть на них, запоминать. Вот, давайте вам покажу. Вот, собственно, так они выглядят, да, и в каждой главе, да, то есть ключевые слова, это ваш правильный ответ. И вот так все 33 главы, да, наши лучшие друзья, которые нам помогают практически 100%, да, со стопроцентным результатом сдать тест, простите, экзамен, да, тест курса ELDT на отлично. Собственно, загрузили слова, да, теперь они у нас есть. Как же мы сдаем наш экзамен? Да, будем называть это так. Далее мы идем на вкладку quiz, да, нажимаем quiz, и давайте посмотрим, что у нас, что мы видим там. Quiz – это также, грубо говоря, наша контрольная работа, да, то есть здесь уже идут баллы, да, на ваш результат. Здесь отвечайте, да, старайтесь допускать ошибки допустимы, да, как, ну, у любого нормального человека, вот, просто старайтесь делать, минимальное количество ошибок. 80%, да, правильных ответов – это ваш проходной балл, да, то есть 80% правильных ответов по всем 303 главам, да, это наша успешная сдача и получение сертификата ELDT. для удобства также советую вам нажать на QuizExpress, да, то есть вы выполняете главы, да, и вас программа автоматически будет отправлять на следующие главы, да, то есть не нужно будет открывать каждую главу отдельно, ну, это просто неудобно, поэтому советую все-таки нажимать QuizExpress, да, и хочу напомнить, если вы открываете QuizExpress, пожалуйста, не закрывайте свой браузер, да, до момента, пока вы не закончите курс. QuizExpress, у нас первое, что нам нужно сделать, да, перед тем, как мы начнем выполнять тест, нам нужно запомнить и заполнить информацию о себе, имя, фамилия, имейл, номер телефона, номер driver license и social security number, то есть, пожалуйста, заполните эту информацию, да, и перепроверьте, чтобы данные были максимально точны, вот, ну, и далее, собственно, выполняем тест по главам, да, вот у нас идут вопросы, да, после того, как мы закончили выполнять тест, нажимаем Send, да, все, ответили, нажимаем Send, отправить, то есть, это уже ваш результат сохранен и отправлен, собственно, к нам в базу, вот, вы увидите, да, как выполните тест, у вас будет выделено зеленым, да, это значит, что вы уже прошли, и программа вас автоматически будет направлять по главам, да, по всем 33 главам. Ну, а сейчас давайте посмотрим, как работает система ключевых слов, да, как нам искать эти правильные ответы, Маргарита, попрошу вас, мне помочь, да, побудьте немножко с моей ученицей сегодня, вот, собственно, ключевые слова у нас есть, да, что мы делаем, да, то есть нам не нужно ничего переводить, прошу прощения, интересно мне программа сегодня шутит надавной, все ответы уже дала, ну, я предлагаю, я предлагаю, давай, знаешь, как, ты сейчас экранчик свой, на секундочку, выключи, мы сейчас пока с ребятами подождем, пока у тебя все обновится, это займет буквально пару секунд, Маргарита, но не займет пару секунд, ну, давайте так, не получится, потом объясню, почему не получится этого делать быстро, ну, давайте пока с тем, как есть, секунду, попробую, и очень странная на самом деле ситуация, уже который раз, я не могу понять, почему, ну, ладно, будем разбираться. Программа хитрая, смотри, она хочет все время вхитрить. Она меня подставляет, да, вот она вот, она вот меня подставляет, да, но, ладно, тогда будем с ней разбираться, да, давайте вот с тем, что мы имеем правильный ответ, да, покажем, как находим ключевые слова. Так, начнем с того, что у нас даны ключевые слова, да, к нашей главе, собственно, к первой главе, вот, нам нужно их запомнить, да, то есть у нас government, да, и мы видим, равняется post, CDL равняется true, all of the above обсудим, да, запомним, и позже его обсудим, что он... Да, давай сейчас все обсудим, ну что, all of the above. Да, all of the above, это всегда царь всех царей, босс всех боссов, да, потому что, неважно, какие есть ключевые слова, если мы видим all of the above, это всегда будет правильным вариантом ответа, да, то есть это всегда правильный ответ. Далее у нас, не далее, да, вот давайте разберемся, government равняется false, CDL равняется true, то есть иногда нам даются варианты ответа, как true и false, то есть, собственно, правда, да, и неправда. Можем даже проводить ассоциации, да, если не запоминаем, как правда, неправда, да, нет, хорошо или плохо, то есть да, угу, true и false. Далее у нас идет medical, да, равняется true, медицина, да, то есть не знаем, если перевод слова, можем его всегда с чем-то ассоциировать, да, то есть не нужно пофантазировать. Правда, правда, правда хорошо, true, окей. Airbrakes. Airbrakes равняется false, собственно, airbrakes, каждый может запомнить, да, по-своему, про ассоциацию провести от Маргарита, а есть ли у вас какая-нибудь ассоциация с airbrakes? Ну, конечно, да, с airbrakes у меня ассоциация тормоза, придумали трусы, false, не трусы, это неправда, потому что умные люди, которые хотели бы спасти жизнь другим людям, поэтому воздушные тормоза точно придумали умные люди, но не трусы. Вот, поэтому здесь false, да, airbrakes false. Да, хорошая атмосфера, аксидент, аксидент, как инцидент, да, как инцидент, собственно, инцидент, инцидент, всегда имеет место быть, мы его запоминаем, да, то, что он, если его видим, ага, тогда это будет правильный ответ. Далее у нас full trailer, без true, false, да, просто ищем само слово, full trailer, и, собственно, full trailer, тоже можем провести ассоциацию, да, что full, да, full trailer, да, полный чего-то, чего он полон, решайте вы сами, да, что вам больше нравится. Вот, full trailer, далее у нас alcohol, да, ну, тут, наверное, и переводить ничего не надо, да, что он false, мы как водители, да, мы не пьем, а за рулем, вот, и, собственно, все, алкогол за рулем, это будет, нет, не стоит, да, это будет false, большой-большой false. Так, и последнее, tractor, да, tractor, он и в Африке, как говорится, трактор, я думаю, легко его запомнить, потому что, ну, потому что трактор все знают, да, далее, переходим, глава первая, да, смотрим на вопросы, да, вижу true-false, иду в вопросы, ключевое слово, нашла ключевое слово, government, правительство нам лжет, лжет, false, ложь, ложь, окей, government, false, да, нет, справедливо, government, да, вопрос номер два, смотрим true-false, выбираем, да, значит, мне нужно найти слово в вопросе, да, вижу, что сидел, хочу сидел, хочу, правда-правда, сидел true, идем дальше, третий, четвертый вопрос, вижу уже, all of the above и там и там, потому что, да, когда all of the above, да, просто ничего не читаем, выбираем его, это будет правильный ваш ответ, так, идем дальше, вопрос номер пять, здесь у нас тоже true-false, соответственно, здесь мы что видим, здесь мы видим medical, medical, это хорошо, хорошо, правда, помогает, заботится, заботится, помогает, да, все, отлично, выбираем, далее, шестой вопрос, здесь у нас опять true-false, значит, мы идем в вопрос, что мы здесь смотрим, мы смотрим, находим air brakes, air brakes, у меня ассоциация придумали трусы, конечно же, нет, это ложь, умные люди придумали, поэтому air brakes, false, я выбираю, далее, в седьмом вопросе, здесь мы ищем слово в ответах, нашли accident, как инцидент, да, созвучно, и, в общем-то, легко его найти, в следующем вопросе, ключевое, мы уже увидели, я тут смотрю, full trailer, да, полный трейлер, полный чего-то, если каждый представит, да, чего он там полный для него, то, соответственно, вы найдете его обязательно, далее, следующий вопрос, опять true-false, значит, мы сейчас ищем вопрос, да, смотрим, у нас тут есть и сидел, и алкоголь, сидел уже было, давайте теперь, наверное, алкоголь, алкоголь это хорошо, ну, конечно, нет, это false, то есть мы не можем пить алкоголь, когда в рейсе, ок, и дальше трактор, трактор, как бы достаточно просто, да, у меня вообще ассоциация с мультиком «Синий трактор», знаете, многие папы, наверное, тоже могут такой ассоциацией поделиться, ну, да, трактор в приоритете, да, так скажем, поэтому выбираем трактор, хотелось бы еще напомнить буквально очень быстро, да, опять же, когда true false у нас есть, да, да, нет, правда, ложь, ищем ключевое из вопроса, когда true false мы не видим, да, вообще не обращаем внимания на вопрос, ничего не переводим, сразу бежим искать ключевое слово из вариантов ответа, собственно, вот на этом все, достаточно просто, и смотрите, как быстро, да, то есть зная, запоминая ключевые слова, слова ассоциируя их, мы с легкостью, да, можем пройти все 33 главы, да, и получить сертификат ELDT, вот, и на этом перейти на стадию пермит, да, ну, про стадию пермит вам расскажет Маргарита более подробно. Спасибо большое, Ксения, принимаю эстафету. Передаю. Да, значит, на поводу, и вот вы такой классный, вы, в общем, сдали на пермит, собственно говоря, и что мы теперь делаем? Теперь мы хотим сдать на CDL на пермит, да, получить хотим, собственно говоря, пластик. Что вам для этого нужно? Вам для этого необходимо сдать три теста, это будет у нас General Knowledge, Airbrakes Combination, вот, собственно говоря, General Knowledge – это самый большой тест, входит туда очень много вопросов, порядка, наверное, трехсот. Мы здесь это изучаем в классе, но вы можете также это сделать и онлайн. Далее вам нужно будет сдать Airbrakes и Combination. Когда все сдадите, соответственно, получите свой заветный пластиковый пермит. Что нам необходимо делать сейчас? Сейчас мы с вами, хочу вам показать, как у нас это работает. Так, сейчас, одну минуту. Так, сейчас я здесь заберу, пожалуй. Видно, да, мой, видно мой компьютер? Значит, так, смотрите, что вам нужно сделать для того, чтобы сдать на CDL-пермит. Для начала вам необходимо зарегистрироваться тоже на сайте. Сайт называется, вот я его вам выделяю, brigofamerica.cdl.com. Заходите сюда, попадаете, значит, на такую страничку, на этой страничке вам нужно будет зарегистрироваться. Здесь вот у меня уже есть как бы регистрация, но нажимаете в правом верхнем углу create an account, соответственно, он запрашивает у вас там фамилия, имя, номер телефона и вашу почту. Соответственно, все это заполняете и нажимаете create an account, то есть сформировать вашу учетную запись. Когда, значит, вы зарегистрировались, у вас в правом верхнем углу появится ваше имя, фамилия, и, соответственно, это уже будет являться то, что вы зарегистрированы у нас, да. На нашем, значит, сайте здесь у нас есть несколько вкладок, такие как главный, permit CDL, удаленное обучение. Нам необходимо зайти сюда, вот в permit CDL. Что у нас здесь с вами есть? Все тесты general knowledge, airbrakes, combination, да. Далее удаленное обучение. Давайте сразу оговорку сделаю, чтобы уже к нему не возвращаться. Нажимаете на удаленное обучение, если вы его хотите заказать, например, да, если вы хотите получить пермит, находясь в своем, к примеру, штате, то есть потренироваться, позаниматься, чтобы не тратить время здесь, например, да, у вас там, может быть, по работе поограниченной. Вы можете заказать удаленное обучение, нажимаете сюда заказать. Здесь нужно заполнить вам небольшую такую анкетку, да, имя сюда вбиваете, фамилия, ваш статус, в каком штате проживаете, соответственно, электронная почта, телефон и способ оплаты. Если хотите отправить какое-то сообщение, можете написать и нажимаете кнопочку отправить. В дальнейшем с вами уже свяжутся. Это так у нас, значит, по удаленному обучению. Далее заходим в пермит. Здесь мы нажимаем теперь скачать. Он нам предлагает скачать ключевые слова. То есть мы нажимаем. Вот здесь в формате Word, да, у вас, получается, все ключевые слова, которыми вы можете пользоваться на протяжении, да, всего обучения. Выглядят они так. Эти ключевые слова, они спрятаны в ответах, соответственно, и на уроках мы как раз-таки показываем, изучаем и запоминаем, да, где, как они расположены и стараемся их запомнить для того, чтобы сдать. То есть запоминаем только ключевые слова в тексте. Для удобства вам их можно распечатать, потому что, когда вы печатаете и работаете наглядно, это совсем другое, да, нежели чем, когда вы просто вот смотрите их как списком, оно неудобно, не запоминается, потому что в процессе обучения можете делать какие-то пометки, записывать переводы, соответственно, и какие-то там для себя делать пометочки, чтобы вам помогало быстрее, легче все это запоминать. Значит, скачали ключевые слова. Далее. Как у нас происходит само обучение, да, само обучение, вот, допустим, смотрите, мы переходим на тренинг и уже здесь мы можем сейчас с вами потренироваться. У нас есть несколько вопросов, точнее, 10, да, и вот 10 ключевых слов, соответственно, как это происходит на деле. Ксения. Да, подскажете, поможете вместе, давайте с вами потренируемся. Я сейчас хочу показать как раз как это работает. Так. Давайте сначала опустимся вниз и посмотрим наши все ключевые слова. Что у нас тут с вами есть? Anytime, Never, will never win. Это такие ключевые слова в 95%, если вы их видите, то это правильный ответ. Если вдруг в каком-то ответе и это не так, то, как правило, мы даем какую-то сильную ассоциацию, чтобы вы точно знали, что вот сейчас вы это, например, не выбираете, да. Далее, 150. Нужно запомнить. Ну, смотрите, не так уж у нас много вопросов и ответов, где было бы вот это 150, например, да, то здесь мы берем, так, минуточку. Здесь мы берем с вами, значит, 150 и для себя проводим какую-то ассоциацию. Ну, к примеру, не знаю, там у мужчин может быть это ассоциироваться, не знаю, 150 миллилитров вина, к примеру, да. У кого-то 150, я не знаю, там 150 тысяч долларов в год он хочет зарабатывать. У каждого своя ассоциация, собственно, применяем ассоциации в соответствии с образом жизни человека, вот, и с его интересами. Далее, ключевое слово здесь break failure. Очень часто встречается, стараемся запомнить, потому что 4 раза оно у вас будет правильное, ответ. Fail, здесь я просто беру как fail, да, если вы не выберете break failure, будет fail, epic file, потому что вы можете 4 поинта потерять. Elos. Здесь у меня ассоциация, как вот слово такое маленькое, в общем, лось, лось, эй, лось. Далее, драм. Драм ассоциируем с барабаном. Вообще, это как барабан, но может быть, как направление в музыке, например, drive and bass, да, как бы, может быть, у кого-то там, как кто-то, может быть, актер, это будет драма. Вот, ну, то есть, ассоциируем уже в соответствии, как бы, с интересами, да. Далее, spring. Спринг в большинстве случаев запоминается, как весна, любимое время города, года. Но здесь, конечно же, идет речь про пружину, но, собственно говоря, мы ничем не пренебрегаем в плане ассоциаций, поэтому весна отлично запоминаем. И tanks, world of tanks, спасибо этой программе, которая дает ассоциацию всем мужчинам по поводу танков, в которые, не знаю, мне кажется, весь мир играл. Вот, и, собственно говоря, это слово тоже легко запомнить. Поэтому сейчас давайте мы с вами попробуем повторить. Ксения? Да, 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 ну, я запомнила, что если вижу цифру 150, я всегда ее выбираю, она будет в приоритете, да, собственно, да, 150 тысяч долларов в год мне больше подходит, чем бокал вина. Поэтому, да, 150, окей, это очень даже легко запомнить. Далее, второй вопрос. Ну, их-то, они мои старые знакомые, да, я их называю словом из семейства, для меня они как одна семья, очень созвучны, да, never, ever, whenever, да, вот never для меня как молитва уже, да, never. Далее, никуда мы далеко не ушли, ну, ладно, 150 тысяч долларов в год, 150 миллилитров, она может. Два раза по 150 было еще лучше бы, да? Не, ну, простите, нет, сначала 150 тысяч долларов, а потом хоть 100 раз по 150. Так я про 150 тысяч долларов два раза умножить, я говорю, вот о чем, собственно, Ксения и Ксения, вы все, что-то другое. Да нет, у меня же история, понимаете, у меня же история, я зарабатываю 150 тысяч долларов, потом иду пить вино. Понятно. Ну, вот, ладно. Четвертое, четвертое у нас, ну, вот я запомнила именно фейл, да, вот, фейлами нужно выбрать фейл, то есть это break failure. Break failure. Да. Ну, тут присоединяется, да, к never, whenever, да, очень они созвучны, похожи, вот, поэтому whenever, да, приоритет. Отлично. Ну, ну, наверное, про что? Про то, что про... Бра-бра-бра-бра, все уже, люди, кони заслышались. Про лося я не забуду, да, о лося. А тут лося, а тут просто лося. А тут лося, да, а лось. Ага, отлично. Ага, вот, ну, мне нравятся ваши ассоциации, потому что я помню те времена drum and bass, ну, вот, собственно, выбираю drum, drum, барабан, drum, drum, drum. Далее, это снова never. Это опять оно. Да, неожиданно. Да, это снова оно. Знаете, здесь очень много повторяется, по два-три раза, поэтому, конечно, in general, вы запоминаете не 300, там, ключевых слов, а гораздо меньше, на самом деле. Неожиданно. Ну, ладно, это же наоборот помощь, да, как бы, проще выполнить тест. В девятом, в девятом, а вот опять, снова он, break fail, чтобы не fail, да, нужно выбрать fail. Все верно. В десятом у нас, ну, в любимое время года, да, конечно, здесь оно будет не весна, а пружина, но, собственно, я предпочитаю весну больше, поэтому выберу весна. В одиннадцатом у нас, ну, кто не играл в танчики, девочки и мальчики, да, поэтому thanks. Собственно, я думаю, она отлично сдала, да? Да, вообще, вы большая молодец. На самом деле, да. И я хочу сказать вам большое спасибо. Здесь это, да, как видите, это не так сложно, вот только потихонечку, по какому-то количеству изучаем, изучаем, и в целом за пять дней вполне реально получить ваш пермит. Конечно, пока учите, тренируетесь, практикуете, но в любом случае медленно, но верно, идете к успеху, потому что это, на самом деле, очень важно, когда вы делаете это все самостоятельно, сам мы вам помогаем, потому что, на самом деле, это вас готовит еще к free trip inspection, да, потому что, если у вас, допустим, английский не очень хороший, то здесь вы его, по сути, с первого дня начинаете уже адаптировать под ту деятельность, которую вы собираетесь заниматься. и вот эти все слова, вроде на первый взгляд, как бы мы тут шуточки, да, шутим, кажется, это все так, ну, здесь поговорили, там поговорили, а на самом деле откладывается в голове, и потом вы сами не заметите, как у вас пополнится ваш словарный запас, вы будете понимать, о чем идет речь. Вот, ну, собственно, на этой, ну, я, пожалуй, с вами скажу, до свидания, да, миссия здесь моя закончена, Евгений, хочу передать вам слово. Вот, с вами тогда, ребята, всем до свидания, пока-пока. Спасибо, девочки, очень приятно. Значит, понятно, как можно сдавать, значит, я еще остановлюсь на том, что вы можете заочно обучиться, то есть на удаленном обучении, не приезжая на сферу, теплый штат, хотя, конечно, туда зимой особенно приехать, хорошо, заодно и отогреетесь, заодно и выучите, на все дела получите. Но, тем не менее, вы можете учиться, вы можете учиться удаленно, значит, это имеется в виду, удаленно учиться на теорию, то есть на практику, естественно, нет, я не могу вас научить ездить на траке через сеть интернет, да, вот, поэтому на удаленном обучении, то есть на получении LVT и COP, то есть термиты и сертификаты вы можете получить удаленно. Значит, мой телефон, вы видите на экране, пожалуйста, можете звонить, в любое время, ночью не надо, вот, ну, звоните, я всегда на связи, всегда вам отлично, я вам помогу. Значит, я еще раз говорю, оберегайтесь, где вам предлагают получить сертификат от LVT, и где-то маленькие там деньги, прочее, прочее, и очень быстро, и вы там ничего не будете сдавать, значит, это очень много левых сертификатов, очень много нарушений со стороны этих сайтов, со стороны компаний, которые выдают сертификаты, их могут в какой-то момент закрыть, закрыть, и в результате все, кто сдавал сертификаты, их просто лишат сертификатов, а федералы сделают один шельском пах, все, и все сертификаты полетели, и полетели сети. Поэтому будьте аккуратны, будьте аккуратны, закон, предусматривая сдачу LVT сертификатов только на английском языке, вам могут предлагать на русском, на испанском, на китайском, пожалуйста, ваши проблемы, вы можете это сдавать, удобно, значит, если я знаю китайский, хорошо, я живу на китайском, да, но в какой-то момент федералы это увидят, и я захлоплюсь в палочку, что вы живете в Америке, и вы должны знать английский язык, вы должны знать на английском языке, поэтому и пермит, это тоже, мы его обучаем на английском, сдаете, видите, наша система позволяет сдавать на английском языке, когда даже плохой английский язык вы спокойно сдадите, поэтому это видео в интернете, на ютюбе, поэтому, значит, по видео все наши данные, вы можете созвониться, можете зайти на сайт, задать вопрос, на этом я с вами прощаюсь, следующий у нас вебинар, еще в этом году, 22 декабря, преддверие Christmas, значит, у нас вебинар, также, значит, Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,